В эфире Панорама. Главные новости Приморья в репортажах корреспондентов ОТВ. В студии Алена Лазарева. Здравствуйте в этом выпуске. Надежный тыл, поддержка и реабилитация бойцов СВО после ранений стоят на особым контроле руководства Приморья. Равный бой. Водители автобусов во Владивостоке вступили в схватку на глазах у пассажиров прямо в центре города. Дети Приморья. Эстафета первых международных зимних игр стартовала сегодня. Магия танца. Дальневосточный этап соревнований по танцевальному спорту прошел во Владивостоке. Теперь победителей ждет более серьезное испытание. Поддержка бойцов СВО и забота об их семьях – важнейшая задача для всех государственных и армейских структур нашего региона. А вопросы лечения и реабилитации приморских воинов после ранений стоят на особым контроле руководства края. Подробнее в материале Ирины Трофимовой. В Приморском крае принято более 25 законов по поддержке военнослужащих и их семей. Льготы, помощь в трудоустройстве, обучении и переобучении. Об этом подробно говорили на встрече губернатора с участниками СВО, получившими ранения. Для нас задача адаптации военнослужащих еще заключается в следующем, чтобы вы могли трудоустроиться на работу. Мы сформировали этот «Тигр правопорядок» организацию, где ребята будут нести дежурство. Здесь по правопорядку в городе Владивостоке, в других наших населенных пунктах бороться с браконьерами. Это одно направление. Второе направление – это трудоустройство ребят с СУ-155, с «Тигра», кто получил ранения. В нашей организации «Прим-Водоканал» и «Прим-Тепло», где будет производиться доплата тем, кто принимал участие, плюсом 30 тысяч к основному окладу. Для тех, кто хочет быстро получить другую специальность, повысить квалификацию, можно будет также сделать это за счет региона. Например, чтобы устроиться на работу водителем скорой помощи, водителем школьного автобуса. Александру Хлебудину требуется высокотехнологичная медицинская помощь для того, чтобы встать на ноги после травмы позвоночника на фронте. Но для того, чтобы военный попал в гражданское медучреждение, требуется специальная процедура. Просто так это сделать нельзя. Я сейчас уже прошел военно-врачебную комиссию, присвоена категория ДЭМНИЯ. И мне хотелось бы обратиться с тем, чтобы дальше продолжать восстановление и лечение, полноценно получать везде помощь, где только возможно. Мы готовы, естественно, взять ваши координаты и сразу же, как мы можем взять вас в гражданское здравоохранение, все предоставить, все меры реабилитационной поддержки, помощи медицинской. Семья Александра Хлебудина, где растет трое детей, также предоставит жилье от Приморского края. Он получит жилье от нас, потому что дети получат жилье. Если у вас трое детей, вы получите жилье, там получается 108 квадратных метров жилья. Все вопросы, заданные на встречу, взяли на контроль представители различных ведомств. Получить заслуженные награды, необходимые справки, высокотехнологичную помощь – все это будет сделано. Ирина Трофимова, Екатерина Таланова, Панорама. Водители автобусов во Владивостоке сегодня устроили драку прямо в центре города. Видео потасовки тут же разлетелось по сетям. Что стало причиной, теперь предстоит выяснить правоохранительным органам. А наши корреспонденты решили узнать мнение пассажиров о подобных инцидентах. Сегодня утром видео с дракой водителей пассажирских автобусов облетело социальные сети. В центре Владивостока под камерами видеонаблюдения посреди проезжей части улицы Светландской сцепились в жесткой схватке двое. Случайные прохожие, которые стали свидетелями потасовки, не прошли мимо и разняли мужчин. Возможно, конфликту регулировали бы на месте и пожали руки. Но видео молниеносно растиражировали паблики, что вызвало общественный резонанс. Ведь именно эти люди занимаются пассажирскими перевозками на муниципальных автобусах. А значит, в их руках здоровье горожан, среди которых дети и пожилые люди. Я сегодня тоже в автобусе видел поведение. Как можно оцениваться? Вообще беспредел какой-то. Эта ситуация очень часто повторяющаяся в нашем транспорте. Я сегодня ехала в 24-м автобусе и была свидетелем такой же перепалки между двумя водителями. И было очень страшно, потому что вмешаться в эту ситуацию – это просто навредить самому себе. Они должны, наверное, себя вести адекватно и не поступать в такие ситуации. Да, они что-то постоянно бушуют между другом. Один не уступил, другой не уступил, все, драка началась. Да нет, там скорее человека зависит, какой человек. Там улучшений практически никаких нет. Плохое, когда, например, водитель автобуса начинает критиковать других людей за то, что, например, те не заплатили за проезд. Ну, это понятно, это у него зарплаты вычтут. Но это же все на видео снимается, можно этих людей потом найти или то же самое о полиции заявить. Мне кажется, неправильно это говорить. Ну, хорошее, например, даже не знаю, вот бабушка, например, ходила в автобус, за нее никто не мог не заплатить, а водитель автобуса взял, пропустил ее. Как сообщили нам в мэрии, по факту драки водителей автобусов управлением транспорта администрации Владивостока проводится проверка. Материалы переданы в управление МВД для определения состава правонарушения. По результатам проверок будут приняты соответствующие решения. Арина Дутова, Игорь Лещук, Панорама. Более 35 беспилотных летательных аппаратов обрабатывают сельскохозяйственные посевы в Приморском крае. Современные технологии помогают быстро и точно находить проблемные участки на полях. Дрон в автоматическом режиме облетает все поле, делая снимки в заданных точках. Система с помощью искусственного интеллекта анализирует полученные с дрона снимки, определяет культурные сорные растения, их фазы развития и рекомендует оптимальные технологии защиты посевов. Как рассказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронс, за 23 год аграрии при помощи беспилотников средствами защиты растений обработали более 30 тысяч гектаров посевов. В среднем до 100 гектаров в день. Сельхозпроизводители Приморья могут компенсировать затраты на приобретение беспилотного летательного аппарата российского производства до 20%. Глава региона Олег Кожемяка подчеркнул, что беспилотники активно внедряются в повседневную жизнь людей. С их помощью можно прогнозировать тайфуны, повысить качество урожая и его объемы. Жители Уссурийска, которые первыми получили природный газ в свои дома, оценили преимущество голубого топлива. И в первую очередь это экономическая составляющая. Теперь меньше хлопот с заготовкой дров и угля. Да и выгодно, когда сети запитаны природным газом. Семья Шиловых одна из первых, кто перешел на газ в Уссурийске. Пенсионеры слышали от родных Запада, как быстро и экономно содержать дом на голубом топливе. Как только в микрорайоне проложили магистраль, Александр Дмитриевич подал заявку на подвод системы в дом. Служба газа справилась с задачей за несколько дней. Теперь хозяйка не нарадуется легкости быта. Газ поставляется в колонку по трубе. Для хозяйки чистота в доме, для хозяина понятна в использовании система. Современная автоматизированная колонка легко переключается. В теплое время можно нажать кнопку и будет только подача топлива на подогрев воды. А самое главное для пенсионеров – экономия на содержании дома. Если я платил, например, уголь, сейчас еще дороже, 4 тысячи, самое дешевое. Ну, будем брать среднее. Значит, уголь, дрова – 9,10. Это свет, электрический еще включал на ночь, так же не нагреется. Ну, это свет, дрова, уголь. А сейчас 3,500, ну, пополам, короче, получается. Я его не вырубаю. Так это горячая вода, печка, варить. И отопление самое главное. Дрова колоть не надо. Уголь таскать тоже. За свои 57 лет совместной жизни Александр и Нина теперь по-настоящему довольны бытом. Есть время достать баян. Иногда просто для себя. Но чаще для гостей дают домашние концерты. Плюсами перехода на газ Шиловы охотно делятся с соседями. Программа до газификации, которая началась в конце 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, является бессрочной. А это значит, что рано или поздно газ придет в дом большинства приморцев. Наталья Зайцева, Арина Дутова, Панорама. Дети Приморья. Эстафета первых международных зимних игр стартовала сегодня. Магия танца. Дальневосточный этап соревнований по танцевальному спорту прошел во Владивостоке. Теперь победителей ждет более серьезное испытание. Эстафета первых международных зимних игр «Дети Приморья» стартовала сегодня. Она затронет все 30 муниципалитетов. Символ соревнований побывает во всех регионах Дальневосточного федерального округа и странах, откуда приедут спортсмены. Главная задача – объединить ребят и дать повод поверить в свои силы. Под громкие аплодисменты глава Приморья прикрепляет герб региона к флагу первых международных зимних игр «Дети Приморья». Тем самым начинает долгую эстафету главного символа игр. Здесь, во Владивостоке, стартует его большой путь. Меньше чем за месяц флаг посетит 8 столиц регионов Дальневосточного федерального округа. Москву, новые регионы и страны-участницы игр. Главная задача флага – не только стать символом грядущих международных игр, а объединить тысячи ребят во всей России и в других странах. Я уверен, что все 30 муниципалитетов, кто представил своей команды, покажут достойный уровень. Это даст возможность вам верить своим тренерам, верить той методике, которую они готовят и вкладывают в вас. Верить в свои силы и знать, что спорт Приморья развивается динамично и что, занимаясь спортом, вы можете достичь мировых рекордов. В прошлом году во время летних международных игр эстафета флага колесила по всему Приморью. Тогда вместе с талисманами игр символ детей Приморья проделал большой путь. Каждый из участников проникся духом состязаний, получил заряд положительных эмоций и почувствовал на себе силу объединения всех приморских ребят. Но в этом году география участников игр расширяется, поэтому их символ обретает все более глубокий смысл. Это символ дружбы, сплетения национальности, культуры. И это очень важно для нас, для дирекции и вообще, мне кажется, для России. Следующей точкой на карте для эстафеты игр станет столица Хабаровского края. Приморья флаг вернется в конце января. Он посетит Артем, Уссурийск и Арсеньев – города, которые примут участников соревнований. А уже 19 февраля стартуют первые международные зимние игры «Дети Приморья». Николай Кугук, Александр Каноненко, Панорама. Искупаться на крещение в проруби желают многие. Процесс очищения души и отпущения грехов в ледяной воде является давней традицией. Любой взрослый может принять участие в массовых купаниях на специально оборудованных водоемах. Приобщать же к этой традиции детей, незакаленных, ранее педиатры настоятельно не рекомендуют. У купания в ледяной воде имеются свои последствия. Погружение неподготовленного организма в такую воду может вызвать холодовой шок, что в свою очередь приводит к резкому спазму сосудов и рефлекторному спазму верхних дыхательных путей. Для молодого организма такое купание – большой стресс, который может привести к развитию заболеваний. В основном дети, которых можно увидеть окунающимися в прорубь – это подготовленные ребята. Они продолжительное время занимаются моржеванием, принимают участие в соревнованиях по зимнему плаванию, а их родители тщательно следят за их здоровьем. Детям до 7 лет или имеющим группу риска врачи категорически запрещают принимать участие в крещенских купаниях. Также особые предостережения действуют для родителей, чьи дети недавно перенесли любой из видов острой инфекции. Если у девочки или у мальчика есть воспалительное заболевание мочеводелительной системы, если дети недавно перенесли острую респираторную вирусную инфекцию, коронавирусную инфекцию не рекомендуется в течение 6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции заниматься купанием в проруби. Во Владивостоке завершились всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Участвовали спортсмены из разных районов Приморья, а также гости из Амурской области и Забайкальского края. Все они достойно и усиленно боролись за звание лучших. Кому досталась победа, расскажем далее. Пробежать 100-метровую полосу с препятствиями, надежно прикрепить пожарные рукава к разветвлению и раньше всех примчаться к финишу. Это соревнование МЧС по пожарно-спасательному спорту среди юниоров. Настрой здесь не детский, многие из ребят уже точно знают, кем станут в будущем. Если брать любые виды спорта, то они для меня не такие интересные. А тут у нас и горизонталь, и вертикаль, и башня, и заборы, и рукава. Ну и, соответственно, пожарная тематика меня больше всего интересует, соответственно, я же собираюсь еще дальше поступать сюда. И поэтому этот спорт, получается, больше дает мне привилегий. Я хочу поступить в Академию, возможно, Уральский институт, тоже МЧС России. Ну, может быть, Санкт-Петербургский. Всегда хорошо помогать людям. Всего участвуют 9 команд, большинство из них из Приморья. Это юные пожарные из Владивостока, Арсеньева, Находки, Большого Камня, поселка Дунай, села Анисимовка. Гости соревнований – команда из Забайкалья и Амурской области. Конкуренция серьезная настолько, что капитан детской сборной из Забайкальского края Сергей Смирнов даже во время записи интервью не отрывает взгляд от своих подопечных. Призер России сейчас бежит. Убежал! Ну да, красавчик. Это уже пятые соревнования во Владивостоке по пожарно-спасательному спорту среди юниоров. В региональном управлении МЧС уверены, этот вид дисциплины развивает не только физически, но и духовно. Глядя на них, конечно, видно, что это люди, которые уже настроены патриотически и к нашей стране, и к вообще профессии спасателей. Они уже с детства пытаются и стремятся начать работать в системе МЧС, быть спасателями. Да, кто-то, может быть, и не поступит к нам на работу, но хотя бы он уже будет знать и азы этого, нашей благородной профессии. По итогам соревнований лучшей в командном зачете стала сборная из Приморья. С небольшим отрывом второе место заняла Забайкальская команда, бронза досталась Амурской области. Гуля Алхасова, Александр Каноненко, Панорама. Сильнейшие пары Дальнего Востока приехали в Приморскую столицу, чтобы побороться за путевку на всероссийский этап соревнований по танцевальному спорту. В турнире приняли участие как юные, так и взрослые танцоры. Их энергия и мастерство зарядили весь зрительский зал. Дальневосточный этап соревнований по танцевальному спорту собрал в краевой столице рекордное количество участников – 700 пар. Танцоры в ярких, но сдержанных костюмах выходят на площадку в режиме нон-стоп. Как только одни откружились в ритме латиноамериканской самбы, их подменяют другие участники. Такая феерия красок по зажигательную музыку длилась в краевой столице три дня – с 10 утра и до позднего вечера практически беспрерывно. И здесь страсти не утихали ни на минуту. Ведь в Приморье приехали сильнейшие танцоры Дальнего Востока, чтобы побороться за путевку на всероссийский этап. Владивосток принимает такие соревнования нечасто. Это одни из немногих соревнований межрегионального уровня, которые проходят в Приморском крае. Именно по танцевальному спорту. В программе соревнований пять танцев европейской программы и пять латиноамериканской. В каждой дисциплине есть свои тонкости, которые известны лишь участникам. Во время выступления пару оценивают от 9 до 13 судей. И у каждого свои критерии. Несмотря на все сложности этого вида спорта, есть и то, что понятно каждому – энергия и зрелищность, которые танцоры заряжают весь зрительский зал. А делают это они не только при помощи языка тела, но и костюмов. Очень долго обговаривается это все с дизайнером. Ну, я выбираю, получается, дизайн, и мы шьем дальше. Под себя полностью устраиваюсь. Главное, чтобы это было все не открыто и по правилам турнира полностью, у всех замечаний. А так полностью для себя, можно сказать, чтобы быть эффектной на паркете. В турнире приняли участие как юные, так и взрослые танцоры. Большой урожай наград собрали хабаровские спортсмены. Став безоговорочными лидерами соревнований, на их счету 21 комплект золотых наград. Наши танцоры в общем зачете стали вторыми, заработав три серебряных и три бронзовых комплекта. Николай Кугук, Александр Малыгин, Панорама. Пока это все новости. Напомню, что ОТВ теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в социальных сетях. QR-код вещания в телеграм-канале на ваших экранах. Панорама следит за развитием событий. До встречи в эфире. Как посмотреть ОТВ? Во всех кабельных сетях края на 21 кнопке. В цифре на телеканале ОТР. В аналоге у ОТВ 100 передатчиков. Через спутник по всей стране. А в сети интернет в любой точке мира. Общественное телевидение «Приморье» доступно всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова